Здравствуйте, дорогие друзья! Провитание! Сегодня мы отправились в самую что ни на есть глубинку Витебской области. Мы приехали в Глыбодский район, где, до речи, находятся и самые глубокие, и самые мелкие озера в Беларуси. Добирались мы сюда на автомобиле, и путь занял довольно продолжительное время. Но разработчик вот этого самолета наверняка в детстве мечтал о том, чтобы расстояния становились как можно короче. Как вы догадались, сегодня мы знакомимся с историей Глыбокого. Поехали! Поехали! Самолет Су-17 встречает гостей города со стороны Докшиц и Постав. В 60-е годы это была очень распространенная модель советского истребителя-бомбардировщика. Это первый самолет в СССР с крылом изменяемой стреловидности. Появление этого самолета-памятника приурочили к 101-му летию со дня рождения Павла Сухого. Павел Осипович родился в Глубоком в 1895 году. Авиаконструктор дважды становился героем Советского Союза, являлся автором более 50 конструкций самолетов. Сегодня нашим экскурсоводом по Глыбоким будет навыковый сотрудник Глыбокого историка и этнографического музея Игорь Федоров. Добрый день, Игорь. Скажите, пожалуйста, если правда Глыбокая стоит аж на пяти озерах? Это так. Ну, докладнее одно озеро в центре, мы, как раз на его березе. И еще четыре на Ускрайках. А как называется вот это? Это озеро, когда дало горду назву, вторая его назва Глыбокая, но в этот момент держала современную назву – озеро Кагальная. А название Кагальная, оно что означает? Назва Кагальная до этого озера прилипла в 20-м годе, в минулом годе, когда это озеро арендовал местный кагал, местная еврейская община. Так и повелось с того до военного времени. А арендовали с какой целью? С господарской. Так, то есть это рыбная ловля. Так. И все? Нет, ну, напевно, я могу думать, что про то, что мог быть млын и вытворчество паперы, например. Ну, вытворчество паперы может и не было, а вот млын. И сейчас я так разумею, что глубокое может гонориться тем, что это одинное озеро в нашей краине вот с такой назвой непосредственно еврейского походжения. Верогодно. Ну, судя по тучкам, вот это озеро имеет все шансы стать еще глубже сегодня, но мы постараемся успеть посмотреть глубокое. Но сейчас мы движемся по скверу молодоженов. А почему в этом сквере дедушка? Дед глубочанин. Ну, я так сбоку, поглядая на всю эту ситуацию. Одобрительно. Без ума. Хорошо. Прикажу, Ваня, кали. Ждай меня. А ты памятай, если я к тому белых розах. Худко выйдешь на улицу, и нема с кем будет поздороваться. Да. А это место такое, ну, популярное, да, для прогулок среди молодежи? Наугу. Место классное. Прогуляться вокруг озера довольно приемно. Это набережная, наверное, окружая, фактически, у всего озера. А сквер молодоженов створили в 2013 году. Тут такие соправдные весельные ритуалы створные, кали можно пройти и про спадкову, и посидеть на двумсловой лавочце, какая с сунья молодых ближе один до одного. На самом деле, мне кажется, это очень удобно, когда в день свадьбы можно не тратить время на долгие переезды, какие-то прогулки, а сразу вот в одном сквере совершить все обязательные ритуалы. Но расскажите нам немного об истории Глубокого. Глубокого город довольно старый, и, я бы сказал, не самую звучанную историю. Большую частку с этих 600 годзев, что ясно и Глубокого, а первая згадка про город относится до 1414 года, гвозь большую частку с этих 600 годзев Глубокое росло и родивалось в якостях двух абсолютно самостоянных насильных пунктов, таких двух местечек, заодно и той же назвой Глубокое, которые возникли на ободвы на берегах этого озера, которые сопротивляли двум особенным шляхевским семьям. Но они не граждовали, они не делили соседи. Это были не мантыки, это были нормальные соседи. Они обиралися шлюбом, вот так и возникла эта местная аллея. Причем, вельми легкая и у нас сейчас, заразуметь, мяжу, разледить ту мяжу, якая разделяла два мястечки, мяжой выступала Рака Березвеца, якая с озера глубокая вытекает, и у нас сейчас центр города так само разделяя на две половы. Ага. Ну, не яка месте, что называются, 21 одного там не ведут, там правые, глыбушане там так, ну, северяне. Да нет, добра копьяны на углу ведали про это, про какие было факты. Это было бы классно. Скажите, вот те объекты, которые сегодня сохранились в глубоком, и которые, может быть, напоминают об истории, насколько их много? Это, наоперше, наши храмы, головные отметности города. Есть и некоторые побудовые, рубежа 19-20-20 годзюм. Городскую забудову глубокая. Это так разумею на версии, и мы туда заразы накрываем. Ступеньки вверх, ступеньки вниз. Штупеньки вверх, ступеньки вниз. Это так разумею на центре города, потому что один может вас накрывать на одну площадку, а другой на другую. А вы бы на какую накрывали нас? Я бы накрывал все-таки и на одну, и на другую. Вы сейчас на какой-то? Это спать на двух местечек. То есть две площадки города, это два исторические центра, двух особенных местечек, которые были в одной только ближе до конца 19-го года. Мы с вами сейчас на той площади, что было центром первопочаткового местечка Зяновичева, а потом местечка Радзевилла, которое изменило Зяновичеву в этой части города в 18-м году. Это площадка была сиротком Гандлю. Раньше ее назвали Базарная площадка. На это площадка выходят несколько довольно интересных домов, которые находились в городе с довоенных часов, как, например, те, что у нас за спинами, за нами. Ну, на жаль, шмат старой забудовы городской глубоким не заховался по причине военных падений. Да, войны. Город был, саправдым, мощно разборный подчас другой суседной. Головно, что заховались храмы города. Но можно предположить, что вот в этих зданиях было все. Были аптеки, ювелирные магазины, торговали вообще всем, чем только можно. Чем уже только не было. Все правден. А зараз на этой площади, как мы уже ведаем, когда здесь были, отбывается как раз ваш вишневый фестиваль. Центральная плясовка тут. Так, центральная плясовка тут. Ну и амфитеатр, который существует. Ну и зараз мы тогда, когда уже закранули военную тему, напевно, мы накируемся на место, связанное с этими падениями. Давайте. Глубокое отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков одновременно с Минском. И, казалось бы, удивительным то, что два этих города разделяет большое расстояние, но освобождение произошло фактически одномоментно. Потому что наступление шло по всех фронтах. Четыре фронты одночасово продвигались довольно успехово. Особливо не отстучили один от друга. Там вот так и вышло. Насколько глубокое пострадало в годы Великой Отечественной войны действие захватчиков? Мощно, довольно мощно. В самом городе, хоть летом 44-го, когда наши войски вызволяли глубокое, хоть в самом городе не было мощных боев, однако немцы, доходячи, палили город. Ничего не оставляли. Разбурения были довольно серьезные. А тот мемориал, где мы сейчас находимся, он ведь посвящен сразу нескольким группам людей, которые пострадали. Да, это такое место памяти у города, потому что за нашими спинами помники над братской магией в Эдзе, похаваны 180 советских войнов, которые погибли, вызволяющие глубочные войны. А перед нами еще один важный помник у гонор глубочных партнеров, которые погибли во время Афганской войны. Пятеро наших партнеров на жаль из Афганистана не вернулись. Глубокая на самом деле может гордиться выходцами из этих мест своими земляками. И я так понимаю, что память о них живет в глубоком на протяжении всей истории. Безымовно живее, мы саправдой гоноримся гэтыми людьми, тому за довольнением запрашаю вас узкверзнаками так земляков. Гэта чудовный сквер зявился в городе в 2012 году. Гэта сквер знаками так земляков. Дзюстреливанные помники у гонор людей, что народились на глубочине и прославили наш край разом зимы и всю краину Беларусь. И тут саправдой знайшлося место для многих досы свядомых особ, причем як у гістории нашей краины, так и у гістории инших краин. Наприклад, за нашими спинами помники гонора Юрия Сабалевского, одного состворальника Минского метрополитена, знакомительного авиаконструктора Павла Восиповича Сухого, поэта Олеса Добуровича, генерала лейтенанта Петра Козлова. А ось гэта чоловек у першу шаргу важный ягода, а чоловек, який дапамог аднавицю якостю гутарковой сучасную израильскую мову Юрит. А вось мой любимчик Язэм Драздович. И не тольки ваш, дарыч. Один самых знакамитых мостаков нашей краины. И, конечно, не могло б тут обойстись и без помнику гонора Игната Буйницкого, саправданного бацьки белорусского национального театра. А мы ведаем откулью и дзе зараз усталеванный помник и могила ягу есть. Кали хто не наведу гэта вёска прозароки. Глыбодская гараяна. Так. Ну и нарэшці особа, як першу чергу важна для нас, для глыбачан. Чоловек, дзякуючу якому наш город упрыгожився двумя цудовными храмами, што глядзяць один на одного прасплошчу. Кастел Святой Троицы и сучастный Православный Собор Роства Просвятой Богородицы. Иосиф Корсак фундатор наших храмов. Вы знаете, мне очень хочется пожелать, чтобы когда-то в будущем вы пополнили ряды этих замечательных людей, и вам тоже здесь был бы установлен безусловно памятник. Годов простой. Желаем успехов. Спасибо большое. Дякую. А мы пойдем далее доследовать и костел, и церкву, и будем знакомиться с новыми людьми. Кастел Святой Троицы и соборное роджение Просвятой Богородицы размещены побоч в историческом центре города, и внешне подобные один до одного. Кастел помнит архитектуры позднего барокко. Побудыванный был уся рэдзене 18-го стагодзя на месте старого драулянных храма. Про 150 годов истотно был перебудыванный по проекте архитектора Адама Дубовика. Уголовным алтарой храма знаходзіцца глыбока ушанованный верніками абраз 17-го стагодзя Божай Маті з дзятяткам. Яйцца перенесли сюди сусідніх костел Кармеліту. Зараз Зараз мы главник глыбок 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 зіця мастац школы Юрий Петрович Калбасич Добрый День Юрий Петрович історія гэтага сабора вельмі давня і напэвна така багатая націкавая факты патаму што місцца вельмі популярныя не толькі ў верніку але і таксамо турыстів. Я думаю, што турыстів прытягуваюць перш за ўсё атмосфера дух гэтага місцца. Зайшоўшо ў храм зарабіўшо першы крок і вони адчуваюць тое, што гэта місцца асаблівае, намолінае і калі казаць конкретна, то храм заснаваный мясцовым магнатам Йосифам Корсакам ў 1642 годзі ніколі не зачыняўся. Калі пачасі ўн першывае ўже четсвёртая ста годзі і змяніў конфісію гэта кастёла, які став православным 1878 годзі і таксамы ніколі не зачыняўся. Расскажыте, пажаўста, о том, які главные святыни здесь сохранились, либо, може, паўілис недавно? З 1878 года назапашаны 67 образов. Серод їх ёсць тыя, пра катарых нават мы не ведаем, мясцовая краязнаўца, ёсць тыя, які популярныся рот вернікаў, і гэта перш за ўсё ікона зафона, дастойна ёсць милуючая, яя можна пабачыць з левага боку вось адсюль яна крыху бачныя, каторая ўставлены высокім аківоті з трымя лампадамі, правезіныя спецаальна ў падарунок для гэта храма, падараваная грышыскімі монахамі, і час ёе пранясэня нам вядома накладна. 25 червеня 1911 года, пасля долга падарожа пачагунца, крэсным ходам, гэта ікона была унесена ў храмы. Першы людзі, які ісострікалі ўже заважили, што ікона особлива, були випадки оцалення. І кожны, хто про ей особлива властивості веде, падаході, нечого просить, хто здарова, хто допомогу ў життёвых справах. Одна із уникальных особенностей этого места заключається ещё і в том, що здесь, в том числе і нам буде позволено подняться на колокольню. Я знаю, що у вас є личный рекорд, і проводить нас все-таки туда-наверх. Так, на самій справі пройсти 8 поверхів у сучасному технічному світу не усім просто, але коли тренироваться, то це добрый фітнес, і це по моїй физичній формі так само бачно. Пойдемте. А нам корыстно. Будем брати вас пример. Некількі ста годзів подвалы храма служили подземным могильным склепом для монахів. Тут же былі пахаваны і останкі фундатора Кляштара Іосифа Корсак. Падчас Другой Сюсвєтной вайны подземельні служили турмы для вязню, які воєвали на баку ворога. Пасля вайны у подземельніх размершаўся склад консервовага завода, при гэтым сам храм працягваў функцієнаваць. Існує легенда, што под центральній часткы горада ёсць широкая сетка подземных ходоў. Дась ледшекі навыц знайшлі ўскосные подцвержані гэтай легенде. А мы завіталі ў Глыбодскі Дом Рамёстваў. І сёння майстер-класс для нас проведзе майстрицца подкацтві Алена Михайловська. Добрый дзень. Добрый дзень. Ну, пачну с таго. Гэта называецца ткацкі станок. Кросны. Вось. Йон сам п сабе зроблен із древа. То есть ўсё дреуляна. А ён аутынтычны, дарэчі? Тому што я бачу, такі колы старыў. Ён аутынтычны. Совершэнна верна. Вось. Чатырёхнітовая ткацтва буіць. Ну, якоя чатырёхнітовая? Тут столькі струн. Ось, і чатыры ўнізу. І ўнізу чатыры па ножы. Вось. Па ножы гэта підалі? Да. Ну, это вы будете нажимаць. Тому што в моей машыне две підалі, і я могу растеряться. Я ўжэ нажала. У нас абразываўся такі вот зеў. Бачыці? Прастое палатно. На данный момент ятку кілім. Гэта такае дэван. Дэван такі. Который ранний застилалі на кровать, на диван. Бачыць, ўмяне тут многа такі ву палачки. Ну, такі зубачисточки. Умяны побольше. Ой, я запутался. Ваня, Ваня, кінь дурноя. Пакладзі на місце залежал. Я думаю, што гэта будзе адбываць вось так сьогоднішні мастерклас. Міне кашы, нам главное с тобою не засовываць пальцы. Паріць такі палочки. Беріте палочки. Одну? Да, по одной. Вось. І протягіваєм вось сюди. Проложили мы цяпер каляровымі палочками вось гэт крат. Мы рухаліся справа налева. У нас такі горочки, ніточок, гэта обовязкова для таго, каб наша пакрывала, наш келім, не сянувся. І зараз можна замацываць для таго, каб крепкая було палатно. Давай, Ваня. Это вот хдыщ? Дажіте, можна там насчет три. Раз, два, три. Тебе ж нічого не зря... Грозні крепкі вытравали, все класно. Як пойдем слева направо, то треба понажі поміняти. У мені були понажі два і чотири, а тепер один і трі. Вот, ми вам позволимо це делать самостоятельно. Вы щас все поміняєте, исправите за нами, а мы поехали дальше. Поехали. Дяку, велики. А вы знали, что в глубоком похоронен тот самый Мюнхгаузен? На самом деле нет, но местные жители, экскурсоводы с удовольствием поддерживают эту легенду. На местном кладбище установлен чугунный крест, на нем и выгравирована знаменитая фамилия. А что еще нужно для красивого мифа? Но при более детальном изучении вопроса становится понятно, что здесь с 1871 года покоятся Фердинанд и Вильгельмина фон Мюнхгаузен. В Национальном историческом архиве нашлись документы, которые пролили свет на эту загадку. Оказалось, что это местные жители. Однако это не отменяет того факта, что они являлись представителями того самого рода Мюнхгаузена. Мы оказались в гостеприимном доме местной жительницы Марии Ткачевой. Она сыровар. Здравствуйте. Добрый день. На самом деле, все то, что перед нами, это сыры. Некоторые из них, честно говоря, на первый взгляд, может быть даже похоже на полезные ископаемые, но на самом деле это все съедобно, невероятно вкусно. И для любителей крафтовых сыров, я думаю, это просто особый вид удовольствия. Поэтому мы с тобой его сегодня и получим. Ну просто, если кто-нибудь саправдой взглядачу, скажет, это нужно уже выкинуть из холодильника. На самом деле, только достать. А, это деликатесы, так? Да. Вот говоря о деликатесах, мы ведь очень часто, ну, любим зарубежные сыры, обращаемся к друзьям, знакомым, кто путешествует, а вот привезите то, 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 то. А на самом деле выясняется, что очень многие рецепты когда-то были в нашей кухне, потом по каким-то причинам либо исчезли, либо остались вот только, может быть, у вас, Мария, как у человека, их собирающих и увлекающихся этим. Действительно ли есть сыры, которыми мы можем гордиться и сегодня повторить ту старую рецептуру? Ну да, конечно, у нас есть даже исторические сыры, которые в истории упомянуты официально в источниках 15, 14, 16, 17 века. Самый прямо исторический-исторический, это уже Мальдрек. Сколько ему веков? В смысле, не вузветов, а визитов. Ну, спродвек, как у нас тут размолняют, кажут, спродвек, потому что в 15 веке, если он только обозначен в статуте, то до этого он жил неизвестно сколько, наверное, с тех пор, как появился молочный скот, и нам надо было выживать, и белковая пища необходима была для того, чтобы поддержать жизненные силы. Я ведаю, что Мальдрек вельми классный, смаженный. Смаженный, так. Также можно было его, когда летом, и нету, например, лядауни, то можно было его засушить на скрозняку, и получится вот такой другой сыр, совершенно другой сыр. Калина вот захвореет, что хоть сыр нормально отрывается. Он будет вытремлено уже, и получается, как в рецепте написано, на другой год, кализа надто пересохни, требам мочить у пиви. То есть это вот, причем... А что ты так оживил сегодня? Да? Лекий сыр. То есть этот сыр становится очень черствым через два года, а надо обязательно его на два года сохранить, чтобы пережить неурожай, например, в следующем году. И его надо было мошить у пиви, и это традиция только наша, белорусская. Маша, ну вот эти сыры, какие лежат перед тобой, ну, докладно, кто-то скажет, ну, это не может быть сыром. Вот можно даже для этого специально щёточка? Да, да. То есть вот если сделать так, вот... Ух ты, ой, извините, с него пыль. Это не пыль, это цветы цветущие, это... Это клумба. Это клумба, это цветущая клумба, и можно, если поближе подойти, то будет очень красивый голубой цвет, и это называется пенициллин. Антибиотики. Маша, а ты правда, что калисце сыром можно было различиваться? Ну, как гроши. Да, можно было рассчитываться сыром, застрату эти пошкоджения майомости могчимо было расплатиться молочным гатунком, мальдраком и гамолкой. Вот конкретно гамолка... Нормальная монетка. ...ти гамолка четыре пенизи. Так прямо и звучало, четыре пенизи. За три таких монетки можно было купить курку, за шесть таких монеток можно было купить гуся, а за сто таких монеток можно было купить корову. То есть, представляете, сто монеток, и у тебя корова на дворе. Ну, значит, на вкус он должен быть просто бесподобен. Ну, я думаю, что мы попробуем обязательно его. Сейчас мы его порежем. Как гроши на густ. Как одна двадцатая часть коровы. Это одна сотая. Соправдаем, гэта радость, что в нашей области живут такие чудовные, неверогодные люди, які одновляют эту рецептуру. Маша, дякую всей вашей великой семьи. Вот за гэтую справу. Ну, будем шестоваться, конечно, недалей. И путешествовать. Это было «До дома у Невядомая». До новых встреч. Пока. Пока.